Всем привет, с вами Бивер и Настольные Игры И сегодня у нас на обзоре игра Запретный остров, привлечение для смелых Это кооперативная игра Про то, как ребята Должны Спасти остров от затопления Собрав 4 Специальных артефакта Очень классная Жизненная коробка Очень красивая Просто невероятно красивый Арт Сзади напечатанный, очень классный Ибо рельеф спереди, шикарно Вот так вот выглядит игра Сегодня обзор я буду играть на двух игроков Итак, всего у нас в игре 6 персонажей 6 персонажей и вслепую Два персонажа мне упали Те, которые не будут играть, это навигатор Колонгист, инженер и связной У каждого персонажа есть специальные свойства С помощью которых они могут делать те или иные Бонусные действия Сегодня будет с нами Играть пилот синим И исследователь зеленым О их специалисте поговорим попозже Итак, что же мы должны вообще делать И что же это за игра Вот такой вот у нас остров Из-за четырех частей Состоящий Из-за четырех квадратиков Тайлов Остров, на котором расположены разнообразные места Места, соответственно Где спавнятся наши персонажи Места, где мы можем добывать наши артефакты И место, где мы можем закончить игру и улететь Чтобы закончить игру Нам нужно собрать 4 артефакта Которые соответствуют четырем стихиям Это вода, воздух, огонь и земля Чтобы это сделать, нужно собрать 4 карты артефакта Прийти на определенную точку И обменять их на специальную фигуру артефакта После того, как мы соберем 4 Можем прийти на круг авантюристов И скинуть вот такую специальную карту Звезд вертолета И тогда игра оканчивается победой Но проиграть в эту игру намного проще, чем выиграть Потому что три способа для проигрыша есть Вместо одного, всего лишь который для победы Три способа, которыми можно проиграть игру Первый, это потерять два тайла Которые приносят нам артефакты На которых можно добыть артефакт И, соответственно, до этого мы еще не получили артефакты Это первый способ Второй, это у нас есть специальная такая планшетка Которая показывает уровень воды Сейчас у нас по щеколотку Но когда-то он может подняться и до уровня смертельного опасности Если он доходит сюда, то все, фини таля комедия Игра оканчивается И все И третий вариант, это умереть Очень просто Мы можем потонуть на этом острове Да, это сложно сделать, но это возможно Ну, надеюсь, до этого не дойдет Итак, перед началом игры Мы должны определиться с уровнем, на котором будем играть Я думаю, надо выбрать начальный Потому что я давно в эту игру играл Я не хочу сразу опозориться и проиграть где-то на первых трех ходах Поэтому постараемся чуть-чуть растянуть удовольствие Я не обещаю победу Но хотя бы интересное времяпрепровождение будет точно После того, как мы выбрали наших персонажей Поставили их вот сюда и выбрали сложность Каждый игрок получает две карты из колоды артефактов У синего игрока это огонь и мешки с песком Которые, эти специальные карты Их всего три типа Взлет вертолета, мешки с песком И третий уникальный тип, который мы потом увидим Мешки с песком позволяют выбрать абсолютно любой тайл на столе И перевернуть его с затопленной стороны на высушенную И причем это не требует никаких действий Взлет вертолета позволяет переместиться Одной или нескольким фишкам в разные места, куда угодно Это тоже очень классно Ну, а это артефакты Карты артефактов Итак, давайте разберемся по процессу игры Первым будет ходить у нас синий игрок И что же вообще происходит в этой игре? Мы должны совершить действия Действия у нас делятся на три фазы Первое это выполнить до трех действий Какие же действия мы можем выполнять? Перемещение Перемещение происходит по горизонтали или вертикали на соседний тайл Второе осушение Мы можем осушить тайл, на котором мы находимся в данный момент Либо же любой соприкасающийся с ним по горизонтали, либо вертикали Передача карт артефактов Если мы находимся на одном участке с другим персонажем За одно действие мы можем передать ему карту артефактов Однако ограничение в лините руки Пять карт Если их становится больше, одна карта должна сразу же уйти из игры И последнее это получение артефактов Когда у нас есть четыре карты одного артефакта Мы приходим на специальное место, скидываем их и получаем артефакт себе Вот и все действия Специальная возможность нашего пилота Говорит о том, что один раз за ход он может переместить на любой участок острова За одно действие Что довольно-таки удобно И как раз этим он и сейчас воспользуется Он берет свою фишку, перемещается на коралловый замок И осушает пещеру теней и храм солнца Вот таким образом он все происходит Три действия, которые даются игроку, он использовал Теперь он должен вытянуть две карты артефактов Первая карта это сразу же вода И вторая карта это огонь Итак, два огня уже есть Нужно собрать еще два И будет замечательная комбинация, с помощью которой можно получить артефакт огня Следующая фаза это вытянуть две карты затопления согласно уровню воды Уровень воды у нас начальный, щиколотка Две карты В этой зоне все по две карты Тянем первая карта Это золотые врата Уходят у нас под воду И следующий тайл это шепчущий сад Шепчущий сад у нас вот здесь Опасно, потому что у нас уже два места с воздухом находятся под водой Это опасно Но сейчас входит у нас зеленый игрок И у него специальное свойство Это может перемещаться по диагонали и осушать тайлы так же Поэтому первым действием он будет осушать вот эту зону Потому что в принципе здесь работает у нас ОМОН Работает у нас летчик Поэтому его мы не трогаем Первое действие перемещается сюда Вторым он осушает здесь И третьим, ну к примеру, я не знаю, осушает он затерянную лагуну Вот так Три действия также совершены Может быть конечно стоило подойти поближе к синему игроку и передать ему какой-то артефакт Не знаю, посмотрим Но теперь он вытягивает два, две карты артефактов Первый и второй Все в разброс, все очень разное Разное, непонятно, что же собирать И также две карты он должен вытянуть для затопления Первый это коварные дюны, на которых он сам и стоит И Следующий это у нас огненная пещера Огненная пещера, она находится аж вот здесь Замечательно Теперь ход у нас синего игрока И Пожалуй, наверное, он сделает следующее Он осушит коралловый замок Потому что как бы опасно это все-таки дело Второе действие Он перелетает К зеленому игроку Потому что у него есть возможность это сделать один раз за одно действие И третьим он передает ему воду Передает ему воду И у игрока становится пять карт Пять карт это еще лимит Лимит руки Возможен такой Поэтому ничего не сбрасывается И сам начинает тянуть карты Из колоды Первое это вода пребывает Вот это как раз третий тип карт, которые я не рассказал вам Специальные карты Значит, что она делает? Она делает ничего хорошего Она только ухудшает положение наших персонажей Наших героев Потому что Первое это Поднимается уровень воды на острове Если он был сначала у нас начальный Теперь он стал нормальный Но еще в границе двоечка Что неплохо Второе это карта Заставляет нас перемешать Все карты, которые шли в сброс И Это означает то, что Все карты, которые сейчас лежат с синей стороной Могут уйти под воду Моментально И еще раз Если они вдруг это сделают То они уйдут в пучину И сбросятся полностью с игры Что не очень хотелось бы делать Все карты кладутся сверху колоды И мы должны Эту карту положить в сброс И теперь, если это была первая карта То вторую мы сейчас достаем Из колоды Это земля Не очень хорошо Значит, сейчас мы можем Сделать следующее Мы можем осушить любой Любой участок Нашего Острова Потому что есть мешки из песков Я предлагаю использовать все-таки мешки из песков Сбросить их И осушить шепчущий сад Вот таким вот образом поступить И теперь Две карты мы должны достать отсюда Первая это Затерянная лагуна Затерянная лагуна у нас где? Вот здесь вот она переходит Ой Улетели немножко не дальше, чем надо И вторая это Пещера теней Не угадал я Надо было огненную пещеру спасать Но ничего, пещера теней тоже Уходит под воду И теперь ход у нас соответственно За зеленым игроком По факту сейчас нужно решить Сбрасывать ли эти ресурсы Эти артефакты Либо же их Сохранять Ну я думаю Нужно сделать первое Это дать Это дать Карту Земли Синим игроку Второе действие Переместиться в замок прилива И третьим Огненную пещеру Осушить По диагонали Наш исследователь Может делать это Поэтому Это правильный ход Потому что Огненная пещера Где-то сверху Еще лежит И есть шансы Что она уйдет под воду Так И теперь мы достаем Две карты Две карты Первая это Взлет разрешен Еще одна такая карта Мы можем сейчас Ее использовать Пока пять карт У нас на руках Чтобы переместиться Куда угодно Ну по факту Ну давайте используем И переместим К примеру Синего игрока На пещеру теней Да нет Он сам может переместиться Туда в принципе Ну давайте Давайте соберемся Все в медных вратах Вот так И еще одну карту Мы достаем И это мешки с песком Ну Такое короче Набор Вообще ни о чем Печаль тоска Я бы сказал так Ладно Хорошо Ход на этом оканчивается И переходит К нашему синему игроку Что же ему делать Ну Передать один из артефактов назад Смысла я не вижу Хотя с другой стороны Почему нет Давайте мешками с песком Мы спасаем К примеру Пещеру теней Ну я не знаю Это глупо Как-то А стоп Зеленый игрок должен достать Еще две карты Для затопления Первая Это коралловый замок И следующая Это храм солнца Он в принципе И решилась Возможность Действия синим игрока Да Он перемещается Хотя Так Если он сейчас Отдаст одну карту Он хотя бы Сохранит себе Возможность Понимаете Все по два 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 Что собирать Непонятно Вообще Ладно Давайте Первым действием Он прилетает В Хараловый замок Вторым действием Он сушит Пещеру теней Третьим действием Он сушит Храм солнца Вот так И пошел Тянуть карту Земля Пятая карта Земля Отлично Значит Землю собираем Огонь сбрасываем Есть сейчас конечно Не огонь Потому что Будет очень обидно Если огонь Вода Вода пришла Придется сбросить огонь Чтобы воду сохранить Чтобы передать ее Синим игроку Вот так вот сделаем Хорошо На этом ход Почти оканчивается Потому что Достанем еще две карты С Затопления Это Шепчущий сад У нас он вот здесь И Следующий Это Огненная пещера Вот Замечательно Ход у нас У зеленого игрока И Что ему сделать Да в принципе Нечего По факту Ну кроме как Сделать действие сюда И эти два тайла Перевернуть Раз Два И все Да Да И на этом ход Оканчивается Ну давайте Наверное Сбросим мы сразу Еще одну карту К примеру Мешки с песком Или не сбрасывать ее пока Пока наверное Сбрасывать ее не будем Вытягиваем карту Первое Это огонь Ну огонь мы достали В принципе Он нам не нужен Потому что мы уже одну сбросили Мы сбрасываем еще одну Достаем следующую карту И это Вода прибывает Да что ж такое Что ж так не везет Слово нам придется Проделать следующее Поднимаем уровень воды На единичку Второе Мы должны перемешать все карты В топке сброса И это опять же идет к тому Что что-то может уйти под воду И я думаю Сейчас как раз самое время Использовать мешки с песком И перевернуть коралловый замок Вот так И теперь Необходимо достать Три Уже три карты Сверха колоды Первое Затерянная лагуна Так как у нас Она уже была затоплена Она уходит в пучину И уходит из игры Так как она уходит из игры Карта ее также уходит из игры Первое Второе Шепчущий сад Хорошо что мы его перевернули Вот так вот А то где мы ветер будем добывать И пещера теней Пещера теней у нас вот здесь Замечательно Вроде пока входится Да Пока еще можно вытерпеть Хорошо Две карты мы достали Все На этом ход оканчивается Ход переходит к нашу синему игроку Да И Пожалуй наверное это сделаем так Первое действие Он переворачивает пещеру теней Вторым он перелетает вот сюда И третьим он отдает Грааль этот Нашему Зеленому Исследователю Отлично Три воды здесь Три земли здесь Крестим пальцы И надеемся что здесь Будет земля Поехали Взлет вертолета Взлет вертолета В принципе огонь мы все равно будем сбрасывать Поэтому Еще одну карту тянем И земля Отлично Мы вот таким вот образом делаем И освобождаемся от Еще одного Артефакта Теперь у нас есть 4 карты В следующий ход мы сможем получить новый жетон Специальный артефакт Земли Вот такую фигурку Отлично Кстати очень красивые фигурки Вообще сделаны просто шикарно Ветализация Ну супер Так ладно Не падай Три карты Три карты Из затопления Мы достаем Первая Огненная пещера Раз Дальше Коралловый замок Два И Все партефактом Охренеть Храм солнца Здесь Да Не позавидуешь Отлично Ход у нас за синим игроком За зеленым игроком Ну Тут как бы Думать нечего Раз Два Да наверное Раз два Три Наверное Три Осушаем И все У него все равно Три только жетона Поэтому как бы Нет смысла Лезть на рожон Будем если что Сбрасывать Воздух Пришел еще один воздух Ну вариантов нет Придется сбрасывать воздух Потому что нужно собирать воду Воздух ушел И пришел еще один огонь Который тоже уходит В сброс Замечательно Три карты Затопления Коварные дюны Они кстати были затоплены Поэтому уходят из игры Так же как и карта Вторая карта Это золотые врата Тоже самое Отправилась Теперь Воющий сад Может попасть В принципе Ну очень Очень тяжело Попадать теперь туда Третья Это карта Покинутые утесы Покинутые утесы У нас вроде Только что было Переверну Да А в своем Верно Шикарно Ход теперь у нас За синим игроком И по факту Ему нужно Всего-навсего Переместиться Что он наверное Сделает Синий игрок Перемещается на Храм Солнца Вот сюда А первым действием Он переворачивает Храм Солнца Хотя зачем Храм Солнца Коралловый замок Он переворачивает Вторым действием Он сбрасывает Четыре артефакта И получает Сатуэтку артефакта Земли И третьим действием Он переворачивает Сам Храм Солнца Теперь можно Вытянуть Две карты И не боясь Лимита Но Третья карта Вода пребывает Которая всего Три в колоде Выходит И это Не очень хорошо Правда Не очень хорошо Лимит у нас уже Подходит к концу Поднимаем еще На единичку сюда Пока не страшно Конечно Еще не очень страшно Но уже Начинает Когда по четыре карты Будем получать Это будет просто Печаль, тоска А нам еще надо Собрать как минимум Воздух Конечно еще есть шансы Собрать его В этот круг Но мало Так Отлично Теперь Нужно что сделать Замешать все карты Которые мы только что Вскрывали Благо что В принципе Из всех карт Которые У нас лежат Сверху Только подкинуты Утесы Под водой И достать Вторую карту Да Нет Первая была Воздух Вторая была Вода Пребывает Все Достаем Три карты Из колоды Коралловый замок Первый Вторая карта Это Пещера теней И третья карта Это Шепчущий сад Видите В принципе Нам уже Каменные Не нужны То есть Земляные Но и они Не выходят Вот что Самое обидное Так Синий игрок Походил Теперь ход За зеленым И первое действие Которое он совершает Это Переворачивать Шепчущий сад Давайте Наверное Он использует Вертолет Взлет вертолета Потому что В принципе Здесь есть карта У игрока Взлет вертолета Он перемещается Вот сюда Даже наверное Нет Они перемещаются Оба Вот сюда И третьим действием Он передает Воздух Вот сюда Все На этом Ход оканчивается Две карты Вытягиваем Первая карта Земля Следующая карта Воздух Хорошо Но и плохо Одновременно Вот так И Достаем Три карты Сюда Огненная пещера Раз Покинуты утесы Уходят Из игры Уже 4 тайла Ушло из игры Офигеть Храм солнца Также Опускается Под воду Уход за синим игроком Хм Да Печаль тоска Ну Ничего не остается Как переворачивать Здесь Раз Здесь Два И пока лететь Никуда не надо Здесь Три Просто вытягиваем Две карты Вода Придется ждать Целый ход Целый ход Чтобы сделать Правильный выбор И воздух Отлично Шикарно Черт Конечно Тут печаль Сейчас наступает Потому что Надо передать Будет артефакт Воздуха Сюда И надо будет Сбросить карту Сбросить карту Это придется Сбросать Слет вертолета Потому что Вода Нужна сюда Ладно Что-то придумаем Что придумаем Придумать нечего Зеленый игрок Ходит И Он передает Артефакт воздуха Артефакт воздуха Да 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 Первое действие Используется Взлет Вертолета Нет Вода здесь есть А воздуха Здесь нет Воздуха Здесь Ладно В принципе Он сбрасывает Просто Свет вертолета Передается ему Воздух Это первое действие Второе действие Я не знаю Он переходит К примеру Вот сюда И третье действие Он переходит Куда ему надо Вообще За водой А зачем Куда-то Сюда Он здесь остается Он ничего не делает Абсолютно И теперь Вытягиваются Две карты Первая карта Это вода Которая не нужна Здесь Блин Ну как так А И еще одна карта Это огонь Ну огонь В принципе Мы сохраняем Потому что Его надо собирать А землю Мы сбрасываем Все Теперь мы берем Стопку сброса Перемешиваем ее И кладем на место И мы можем заново Выбирать карты Отсюда Отлично Это мы сделали Ход на этом Не оканчивается Потому что Нужно еще достать Три карты Воящий сад Раз Серебряные врата Это два Но Новые пошли И три Бронзовые врата Это три Отлично Ход у нас За синим игроком И пожалуй Наверное Он не будет спасать Воящий сад Он полетит на Хотя нет Он полетит на Воящий сад Он сбросит Четыре Карты И получит Артефакт Еще Кстати он уже Второй артефакт Сам получает Артефакт воздуха И третьим действием Он просто переворачивает Его Спасаем Отлично Две карты Мы достаем С колодой Первый это мешки с песком Что-то надо спасти Нет ничего не надо И еще Камешек Не нужный камешек Ну что поделаешь Три карты Круг авантюристов Обсерватория Чем больше конечно В сбросе Тем лучше Потому что тогда Разброс Карт позволяет Сохранять больше Тайлов И алый лес Алый лес У нас Вот здесь Отлично Ход за зеленым игроком Сразу же сбрасываются Все четыре Карты И мы Получаем Жетон Этот Красивый Кубок И Теперь нам остался Только огонь Добыть И все будет хорошо Так Это было Первое действие Второе действие Он перемещается сюда И третьим Он спасает Круг авантюристов Поднимая его Из-под воды Две карты Он набирает себе на руку Первый Это огонь Шикарно Шикарно Может быть сейчас Будет еще один огонь Нет Эта вода пребывает И уровень Снова растет вверх И с этим Ничего не поделаешь Но пока еще На третьем делении Слава богу Да Потому что мы начали Сам Сам В самом В самом начальном А И мы замешиваем Все Карты Снова Назад А можем Что-то спасти С помощью мешков Списку Но Я не знаю Давайте наверное Огненную пещеру Спасем На всякий случай Мы сбрасываем Пески И спасаем Огненную пещеру Вдруг Сейчас выпадет Зачем терять Еще один Возможный Понятное дело Что у нас он Парен летает Но все равно Не хотелось бы Три карты Мы достаем Первая Это Алый лес И кстати Он у нас Уходит сразу Из игры Вот такое У нас Точное попадание Пещера теней Было близко Но с другой стороны Упала И бронзовые врата Да что ж такое Остров просто Напросто Разваливается На куски Да Остров уже Вообще Никакой И Очень опасно Находиться Кстати здесь Потому что Если вдруг Случится ситуация Что он идет Под воду И потом Подтонет То Синему игроку Деваться некуда будет И он уйдет Вместе С этой локацией Под воду И тем самым Он умрет И игра Закончится То есть Вот в такой ситуации Может произойти Окончание игры Потому что По факту Если к примеру Тайл у нас Уходит под воду А после он Уходит в пучину А игрок Находится на нем То он имеет право Перейти на любое Соседнее место Ну если же Нет Как примеру Здесь Соседнего места То он уйдет Вместе с Тайлом В пучину И Мы подоставали Теперь ход у нас За синим игроком Ну тут Как бы Делать нечего Надо поспасать Тайлы Это Раз Это Два И соответственно И перелетел Три Два Тайла мы достаем Огонь Шикарно И Земля Ну огонь Есть еще один Это хорошо Это очень хорошо Три Тайлика Огненная пещера Раз Шепчущий сад Два И Серебряные Врата Три Спас все таки Ход за Зеленым Игроком Он спасает Сразу же Поднимая Из воды Пещеру Теней Первое действие Второе действие Он переходит Вот сюда Ну и третье действие Он переходит Вот сюда Чтобы как бы не тратить Возможные варианты Если для синего игрока И достаем Две карты Первая Это Земля Следующая Это Воздух И Три карты Отсюда Там Солнце Круг авантюристов С которого нам придется улететь Напоминаю Даже если мы добудем Сейчас артефакт Нам нужен еще Взлет разрешен Да Карта С вертолетом Чтобы улететь И нужно добраться еще сюда И обсерватория Обсерватория На которой находятся игроки с новыми силами в бой рвется наш пилот, наш пилот думает что хорошо бы передать наверное артефакт нашему зеленому брату передать пятую карту сюда сам пожалуй наверное переворачивает шепчущий сад и к примеру, я не знаю, серебряные ворота, больше в принципе ничего, нет, конечно с другой стороны он может сделать следующее он на всякий случай вторым действительно он перелетает сюда и спасает огненную пещеру ну хотя это конечно глупый ход но такой глупенький ход и теперь две карты набирает он себе сам 1 вертолета отлично карта уже есть у нас нужно осталось только набрать еще одну карту огня и прийти в пещеру теней либо же в огненную пещеру и добыть этот артефакт потом вернуться вот сюда и все будет шикарно на если не затонет раньше и поехали теперь открывать карты первое это боющий сад раз коралловый замок это идем коралловый замок вот два и третья карта это скала три вход у нас за зеленым игроком и я не знаю что лучше 1 2 значит ну первым действием примеру он перевернет шепчущий сад там 10 он придет сюда и третьему перевернет круг авантюристов вот так и теперь две карты он начинает тянуть первое лед разрешен и он меняет эту карту на камень на землю и еще одна земля в принципе которого уходит сразу же сброс три карты достается из колоды это мост аборигенов да а мост храбрецов не знаю почему прочитал аборигенов видимо уже вечер сказывается на мне мост храбрецов раз дальше у нас храм луны храм луны и чё там медные врата ребят медные врата на все врата уже были а медных еще не было отлично колода в принципе не такая большая здесь еще осталось два поднятия воды я думаю мы продержимся и выиграем все таки эту партию на самом легком уровне ну посмотрим посмотрим как это все будет дальше еще не все потеряно для нас соответственно не все потеряно для игры ход у нас за синим игроком и что же он делает первым действием он переворачивает вот этот вот тайл вторым он перелетает вот сюда и третьим он переворачивает и медные врата отлично и начинает набирать карты первое то вода прибывает вода прибывает и значит что мы поднимаем маркер вверх на одном делении вот так вот не очень весело карту мы сбросили и весь сброс мы слою перешавливаем кладем сверху колода еще одну карту мы достаем и это мешки с песком ну давайте наверно мы заменим их на один камень на одну землю да потому что эти карты все таки они более важны для игры чем не нужны уже и теперь мы достаем уже не три а четыре карты и кстати так который сейчас могут под воду очень много не под воду а полностью из игры пещера теней раз дальше у нас 2 с огненная пещера с огнем ничего себе шепчичи сад кстати очень очень опасно это все потому что по факту здесь еще осталось одно поднятие это раз и по четыре карты доставать ну 3 боющий сад боющий сад полностью уходит уже из игры у нас и медные врата хорошо теперь ход у нас за зеленым игроком пожалуй наверное сделать раз перевернет 2 и перевернет по меру 3 вот так вот сделать теперь тянет две карты и надеется что здесь будет огонь огонь раз сбрасывается воздух и чтобы здесь не было поднятия воды но нет вода прибывает вода прибывает и это печальное известие для нас потому что уже край четвертого уровня снова эти четыре тайла замешиваются и сейчас используется вот эта вот вот эта карта мешки с песком которая осушает огненную пещеру дабы не дать возможности сейчас закончить игру досрочно ну мы знаем что у нас уходят медные врата мы знаем что у нас уйдет огненная пещера под воду мы знаем что у нас уйдет и пещера теней и конечно же шепчущий сад уже у нас ушел из игры нет сейчас уходит сейчас уходит эти два тайла уходят из игры все и ход у нас кстати а так как из-под синего игрока ушла ушел тайл полностью он должен переплыть либо на любой соседний тайл он переплывает вот сюда отлично теперь ход у нас за синим игроком и нужно обязательно сушить нужно сушить первым действием он сюда перелетает и осушает этот тайл вторым действием он осушает и третьим действием он пожалуй наверное переходит куда-то в соседний тайл например вот сюда коралловый замок и теперь он тянет карты первым тянет карты их две здесь ждет разрешен и огонь где-то разрешен он оставляет ну а огонь сбрасывает супер и теперь необходимо тянуть четыре карты из колоды храм луны у нас переворачивается храм нет коралловый замок переворачивается обсерватория уходит полностью пучину и серебряные врата также отправляется пучину осталось два четыре шесть восемь десять двенадцать тринадцать тринадцать тайликов и все игра оканчивается но нам впервые необходимо перемешать колоду кстати я вам хочу сказать что проиграть в принципе мы еще можем и если выпадет три карты поднятия воды попросту умрем что мы еще не полностью освобождены но в принципе игра уже в этом раунде должна кончится досрочно объясню почему первым действием мы переходим вот сюда вторым действием мы сбрасываем все карты огня и получаем соответственно наш жетон до огня и потом к примеру игрок допустим тот же зеленый сбрасывает взлет вертолета который позволяет переместить любое количество фишек с любого места в любое место и они все перемещаются на круг авантюристов и чтобы закончить игру необходимо собрать все четыре артефакта на вертолете и собрать соответственно самих персонажей там же и сбросить карту для вертолета который есть у синего игрока эта карта сбрасывается и бум 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 игра выиграна они спокойненько улетают с этой с этого запретного острова вот так вот нам очень повезло что мы выиграли потому что шансов в принципе были давайте посмотрим где же вода ну нет самом конце было вода прибывает поэтому мы могли спать спокойно потому что если бы вдруг выпало три подряд это было раз два три и игра окончена да понятное дело что нам очень сильно повезло что мы начали на начальном уровне потому что если бы нет то мы получали намного больше карты было бы нам сложнее а в общем пару слов о самой игре и мои впечатления чтобы я не снимал отдельное видео по этому всему поводу а игрушка действительно классно играть не соло можно как его по сеансы довольно таки неплохо но я вам хочу сказать играйте не в одного игрока вы видите какие то трудности возникают с тем чтобы собрать эти пять карт действительно очень тяжело это сделать потому что 5 карт собрать да ты маслашь эту колоду и реально тебе надо сделать круг полный чтобы собрать себе одну комбинацию это очень тяжело чем больше игроков за столом тем с одной стороны легче и с одной стороны тяжелее потому что после каждого мы достаем карты после каждого есть шансы что выйдет это поднятие воды но и в то же время мы получаем больше свойств больше возможностей к примеру навигатор может перемещать другого игрока на расстоянии двух примыкающих участках на одно действие аквалангист может перемещаться через одну и более примыкающих затопленных и отсутствующих участках то одно действие то есть вот прикольно можете осушить до двух участков за одно действие это инженер и связной может передавать карты артефактов игроку в любом месте острова одна карта одно действие то есть больше юнитов да больше этих персонажей но и больше свойств которые позволяют игрокам делать те или иные действия. Рисунки довольно-таки прикольные такие, просто красивые, красивые рисунки. Больше меня, конечно, поражают именно вот эти вот статуэтки, всякие фигурки, они действительно очень классно сделаны. Ну, тут к ним, конечно, придраться нечего. А в общем, ребят, советую эту игру тем, кто любит кооперативки, легкие, такие, знаете, простые, незамысловатые, где нужно прям мозг взорвать от продумывания действий. Нет, здесь в принципе простоватая, она не сильно сложная, незамысловатая. То есть для семейных посиделок она довольно-таки неплохая. Вот, в общем, это все, что я хотел сказать про игру за предностров. Если вам понравилось на видео, не забудьте поставить лайк и подписывайтесь на канал, будет много интересного. Спасибо за внимание, с вами был Бивер и игра за предностров. Приключения для смелых. Еще увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!